Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами поговорим о наличии одновременно черных и белых пятен на одной крайней плоти у мужчины. Соответственно, к нам обратился мужчина, у которого с двух сторон были различного цвета образования, которые, соответственно, причиняли как эстетический дефект в первом случае в виде темных пятен, так и эффект того, что эти пятна были с таким гиперкератозом или шелушением, и они были слаборастяжимы, что вызывало болезненность во время половых контактов. Итак, что это за пятна? Ну, первое, темное пятно на передней поверхности полового члена, на крайней плоти это, соответственно, очаговый меланоз половых органов или лентига. Доброкачественное или меланоз полового члена его еще называют. По сути дела, это пятна, как правило, округлой формы, в нашем случае они практически черного цвета. И возникают они, как правило, в зрелом возрасте. У молодых людей я таких пятен, по крайней мере, не наблюдал. Молодых именно до 18 лет, во всяком случае. И существуют по много лет. Бывает, что они увеличиваются, но чаще всего они статично стоят относительно своего диаметра. То есть они не растут по периферии. Вот появившись, они, как правило, все-таки более-менее локально стабилизируются. И что мы можем, по сути дела, сказать об этих пятнах? Что состоят они из меланина? Меланин – это непосредственно пигмент в кожи, в верхнем слое кожи эпидермиса, который вырабатывают в специальной клетке меланоциты. Так вот, количество этих меланоцитов в коже при таком состоянии, я бы не сказал, что это заболевание, они не увеличиваются, а увеличивается продукция. То есть они начинают более интенсивно работать. И количество меланина в базальном слое, то есть в основании вот этого верхнего слоя кожи эпидермиса, оно увеличивается. По каким причинам? Ну, мы, на самом деле, считаем, что эти причины, это воспалительные заболевания, чаще всего уротриты, чаще всего это, в общем-то, уротропростатиты. И, соответственно, вот эти активации меланоцитов выступают в роли триггерного фактора того, что триггерным фактором, вернее, являются разные воспаления непосредственно урогенитального тракта. Примерно то же самое, но только с перекосом непосредственно в белую ткань, да, в рубцовую ткань, имеется в области уздечки на крайней плоти. Что это такое? Это склеротрофический лишай. Что такое склеротрофический лишай? По сути дела, это рубец на ткани крайней плоти, который часто запускается в воспалительные реакции, которые переходят непосредственно в рубцовую ткань. Также его причиной наиболее часто являются воспаления в урогенитальном тракте. Иногда мы выявляем даже половые инфекции, иногда просто уротриты, калликулиты или воспаление семенного бугорка, которые, конечно, очень желательно, но при этом заболевании правильно лечить. Итак, как непосредственно, что изменяется при этом состоянии? Изменяется то, что, по сути дела, кожа сначала краснеет, воспаляется, да, и здесь мы видим небольшие остатки красноты, но затем переходит в рубец. Когда вот она так шелушится, как видите на картиночке, да, и, соответственно, на рубец, естественно, на рубцовую ткань практически не действуют те мази волшебные, которые начают драматологи. А это глюкокортикостероидные мази, это чаще всего мометазон, это тот же самый, в общем-то, различные формы гормональных также препаратов, которые часто вызывают атрофию кожи. Чем это плохо? Ну, здесь и так атрофия, по сути дела, верхнего слоя кожи, да, на рубец. А еще врачи часто мажут, причем многомесячно, пусть даже неактивными такими глюкокортикостероидами, например, бетаметазон, да, как бы, но все-таки мометазон также вызывает атрофию хоть несколько меньше. Это не спасает, потому что атрофия здесь уже есть. И, соответственно, длительное нанесение вот этих препаратов, оно, самое главное, в моменте рубца уже ничего не дает. Что здесь нужно делать? Ну, первое, с точки зрения меланоза половых органов или темного пятна. Здесь мы можем, соответственно, первое, применять разные отбеливающие мази. Однако, в принципе, как правило, они малоэффективны на половые органы. Второй метод, это, в принципе, удаление верхнего слоя кожи эпидермиса. Здесь относительно просто, потому что вот эти меланин находятся в верхнем слое кожи. И, соответственно, нам важно удалить его аккуратненько, не лазером, желательно, да, который, в принципе, делает непосредственно рубец, да, потому что температура лазера довольно большая, она, напомню, около 600 градусов, да, и неизменно боковой ожог, глубокий рубец. То есть мы получаем вместо темного пятна еще и рубец. Здесь лучше, конечно, применять, в принципе, такие щадящие методы, как, например, либо радиоволновой метод удаления, который действительно послойно может удалить эпидермис. И второе, соответственно, ну вот у нас есть аппарат, кстати, по первому методу, Дуэль РСФ5, да, современный аппарат, который является аппаратом последнего поколения американской фирмы Сургитрон. И, соответственно, второй метод, это метод холодной плазмы, когда мы, по сути дела, точечно, поверхностно прижигаем, соответственно, непосредственно эпидермис, не проникая в дерму, и в результате чего верхняя часть кожи эпидермиса отмирает, да, вместе с вот этими самыми меланоцитами постепенно обновляется. То есть это методы, по сути дела, удаления. Примерно так же стоит поступать и с непосредственно тем, что мы видим рубцовое изменение в районе уздечки. Как воздействовать нам на рубец? Мы воздействуем с помощью первого фото динамического лазера. Для этого наносится фотосенсибилизатор на данный рубец и облучается непосредственно аппаратом, непосредственно, соответственно, фото динамическим лазером. В результате чего кожа обновляется постепенно, и клетки рубца, они отмирают, истончая рубец, и, соответственно, заменяя его нормальной тканью. Ну и второй метод это PRP-терапия или введение собственной плазмы человека непосредственно в ткани рубца. Это также способствует замещению рубца нормальной тканью, да, или ткани приближенной к нормальной. И непосредственно, в общем-то, также после нескольких сеансов фото динамической терапии, когда не только рубец обновляется, но и воспаление уходит на действие лазера, соответственно, потом мы переходим уже на вот эту плазмотерапию или PRP-терапию собственной плазмой непосредственно человека. Поэтому вот такие методы разные, несмотря на, казалось бы, один член, должны применяться в данном случае и, соответственно, с успехом применяется в нашей клинике. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний в области половых органов вы можете обращаться к венерологам и урологам нашего медицинского центра Платный КВД в Москве. У нас премьер-грамотный специалист, который занимается диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok